как дорогие мои готовитесь ли вы к встрече нового года вообще готовится нужно заранее потому что нужно покупать овновки в новом году согласно китайской астрологии это год водяного кролика или водяного кота что значит водяного это значит что на новый год нужно быть в черном либо в синий вот в таком можно в голубом можно в бирюзовом это любимые цвета но как вариант с каким еще цветом дружит вода до кролик то у нас водяной водяной кролик дружит еще с золотым и серебряным цветом с металлическим поэтому кто никак не хочет в голубом синим либо черном на новый год можно быть в золотом или серебряным все а это же нужно время чтобы себе найти и прикупить не теряйтесь вообще на самом деле эта традиция она у кто-то может читать ее суеверием но это не суеверие это понимание энергетических процессов да если этим годом управляет вода для того чтобы год состоялся у тебя удачно понятно что это не является до встречать в нужном свете это не главное для того чтобы год был удачным но это один из маленьких элементов который все-таки привлечет к нам благосклонность предстоящего года и и так вы знаете один маленький элементик второй маленький элементик третий маленький элемент и глядишь собственно говоря и жизнь наладится поэтому девочки покупаем соответствующего цвета наряды ну либо хотя бы какие-то большие элементы должны быть из этого точно так же вы можете украсить стол голубыми салфетками и голубыми тарелочками в золотых или серебряных ободочках в общем чем больше будет водных элементов тем лучше ну можно конечно аквариум завести да или что-нибудь в этом роде или встретить новый год в бассейне тоже может быть вариант да но это все как бы шутки но при этом это важно вообще символика года естественно это животные котик и кролик поэтому можно живого котика посадить за стол можно какой-нибудь там сувенирчик в общем задружиться нужно с этим зверем со страшной силой так что вперед на шопинг вот вот